Звонок. Позовите Мойшу к телефону. Здесь такой не живёт. Снова звонок. Позовите Мойшу к телефону. Здесь такой не живёт. Опять звонок. Позовите Мойшу к телефону. Ну, пожалуйста, Мойша тебя к телефону. Семен Маркович, дорого ли вам обходятся уроки Сарочки на фортепиано? Совсем-таки наоборот. Они мне помогли за полцены купить соседнюю квартиру. Встречаются два старых еврея. Одному 75 лет, второму 90. Первый второму. Я на ваши похороны, Семен Моисевич, ни за что не приду. Зато я на ваши, Абрам Давидович, приду обязательно. Приходит Абрам к Василию Ивановичу и просит принять его в отряд. Василий Иванович дает ему проверочное задание. Надо добыть вражеское знамя. Абрам кивает головой и уходит. На следующее утро Абрам стучится к Василию Ивановичу. Василий Иванович, вот тебе вражеское знамя. Как же ты его достал? Да на Машу обменял. Семен Моисевич, вы верите в искусственный разум? Вы знаете, Фима, я и в естественные не особенно-то верю. Вы слышали, что от Рабиновича ушла жена? И как он? Ну, теперь он более или менее успокоился. А вначале был просто вне себя от радости. Беседуют два одессита. Абрам, что ты думаешь о сексе? Ой, Моня, не морочь мне голову. У меня шестеро детей. Мне некогда заниматься теорией. Послали Рабиновича на войне в разведку. Он вернулся и докладывает командиру. А за деревню, товарищ командир, пехота не может пройти. Можно только на танках проехать. Почему только на танках? Я видел, там две такие большие собаки ходят. Скажите, Рабинович, приходилось ли вам когда-нибудь выступать перед большой аудиторией? Как же, как же, приходилось. Ну и что вы говорили? Я сказал, граждане судьи, я, конечно, виновен, но заслуживаю снисхождения.